Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. Вы находитесь на канале Двигатели Дуйнова. С вами, как всегда, Александр Сударев, прямиком с территории Совалмаш. В этом видеоролике мы затронем два очень важных вопроса. Первый – это формирование команды эффективных специалистов, и второй – методы борьбы с коронавирусом. Многие из вас сейчас сразу же могут задаться вопросом, как мы сейчас пытаемся совместить эти, на первый взгляд, не совсем подходящие друг другу темы, по крайней мере, в контексте проекта Двигателей Дуйнова. Ну, об этом давайте разбираться. Итак, давайте приступим. В первую очередь нам необходимо усвоить, что специалистами не рождаются, специалистами становятся. И помогает в этом как система образования, так и опыт, который человек получает в ходе своей рабочей деятельности, да и не только, просто в ходе жизни. Ведь с чего каждый из нас начинает свой путь? Это обучение в школе. Недаром в образовательной системе заведено таким образом, что каждый ученик в школе получает довольно общие знания из разных областей. Это и математика, и литература, и химия, и физика. То есть областей и знаний действительно очень много. После того, как человек заканчивает школу, он делает выбор. Он либо начинает свою рабочую и профессиональную деятельность, либо он продолжает более углубленное профессиональное обучение. Это может быть вуз, это может быть любое другое профильное образовательное учреждение, но на выходе человек получает необходимый багаж теоретических знаний, которые он может использовать в той сфере, где он хочет себя реализовать. И здесь важно понимать, что после того, как человек прошел даже профильное, даже самое хорошее обучение, он еще не становится специалистом. Для того, чтобы стать специалистом, каждый человек должен пройти путь становления. После завершения образования таким становлением может являться как выход на первое место работы, на котором человек получает конкретные знания, уже практические, либо это, скажем, прохождение той же практики в вузах, что очень распространено и, на мой взгляд, это необходимо и так оно, в принципе, и работает. И после того, как человек прошел путь становления, он соединяет свои теоретические знания с практическими, делает определенный срез того, что получилось и может уже понять, готов ли он себя реализовывать в этой сфере, хочет ли он продолжать, какие компетенции стоит ему подтянуть, какие-то знания, может быть, не сходятся теория с практикой. Такое тоже очень часто бывает. Но ведь и после этого человек специалистом не становится. Ведь давайте посмотрим. Есть абсолютно разные сферы труда. Вот если мы берем операциониста производственной линии, скажем так, вот конвейер, и человек-операционист, он стоит и выполняет одну и ту же задачу изо дня в день. Как быстро он сможет стать специалистом в этой области? Ну, скажем так, времени для этого у него уйдет, я думаю, не очень много, потому что каждодневные задачи, ну, их не так много. И стать действительно мастером в этой области непросто, но недолго. А если мы берем того же сотрудника, и в его компетенции входит контроль качества производимой продукции, в том числе производственная линия может изменяться, и продукция, которая на ней производится, она может также меняться и варьироваться. В то же время этот человек может являться, допустим, отладчиком оборудования, на котором все построено. И вот в данной связи уже возникает очень много вопросов и вызовов, с которыми данный сотрудник должен сталкиваться ежедневно. Он должен получить ряд теоретических и практических знаний, которые он будет использовать в своей работе. Он должен быть адаптивен, он должен понимать, что он делает, зачем он делает, для чего он делает и какие после этого будут последствия. И вот здесь становление специалиста уже занимает значительно большее время, и это может затянуться на года. И после этих слов мы плавно переходим к подведению параллелей между проектом двигателя Дуйнова и тем, о чем мы говорили ранее. В проекте двигателя Дуйнова команда специалистов вынуждена сталкиваться с абсолютно разными вызовами. Да, мы занимаемся разработкой и проектированием асинхронных электродвигателей. И на первый взгляд у многих может возникнуть представление о том, что вы же каждый день делаете одно и то же. По сути, ну, двигатель и двигатель. Асинхронная машина электрическая вращающаяся. Что в ней сложного? Это одно изделие, которое может быть собрано там в разных исполнениях. Но, если мы с вами сделаем более детальный разбор и рассмотрим двигатель в разрезе, то двигатель состоит из составных элементов. Ну, как минимум, это пакет статора, пакет ротора, подшипники, вал, обмотка. То есть, вот очень много составных частей. И каждая из этих составных частей является конечным изделием. И имеет свои характеристики, свои показания к использованию. И для того, чтобы разработать какой-то двигатель, специалистам необходимо учитывать все эти нюансы. Нюансы каждого изделия, с которым приходится работать. Для создания специфического двигателя под конкретные нужды заказчика необходимо разрабатывать и проектировать новые составные элементы, которые отличаются от стандартных и используют. И здесь, для того, чтобы действительно эффективно это сделать, не в физическом варианте, когда мы берем напильник и что-то подгоняем, чтобы где-то что-то не терлось, вставили в машину и все. Нет, это так не работает. Существует лаборатория, где есть точные приборы, которые показывают точные характеристики. И изменения формы, веса, материала очень сильно влияют на итоговые характеристики изделия, которые у нас получаются. Опять же, если мы говорим о тяговых двигателях, то, как правило, один двигатель — это полдела. Необходимо еще научить его работать с отдельно взятым контроллером и сформировать систему привода в целом. Ведь это тоже очень важно и сложно. И для того, чтобы это сделать, специалист должен иметь опыт в абсолютно разных сферах. Мы должны разбираться и в электронной части, и в физических, механических явлениях. И вот очень много материала, который необходимо учитывать для того, чтобы разрешить ту или иную задачу. И такой специалист формируется в течение долгих лет. Потому что человек не способен сразу после института или придя на работу в какое-то конкретное место знать всех нюансов. Он должен с ними поработать, он должен их потрогать, он должен разобраться в ситуации. И теперь мы плавно переходим к нашему второму вопросу в видео. Если с первым мы понимаем, что для того, чтобы сформировать команду специалистов в зависимости от сферы, человек должен пройти долгий путь становления, и я вас уверяю, наша команда специалистов именно такой путь и прошла, то во втором вопросе мы сейчас постараемся раскрыть тот опыт, который проделали некоторые члены команды SovalMash в ходе своей рабочей деятельности. Итак, давайте начинать. Одной из разработок, благодаря которой отдельные члены команды SovalMash приобрели огромное количество опыта, является плазменный комплекс Горыныч, который позволяет осуществлять резку, пайку, сварку. И здесь многих из вас может возникнуть вопрос, а как же это связано с методами борьбы с коронавирусом? Дело в том, что при многочисленных испытаниях и демонстрациях комплекса потенциальным покупателям выяснилось, что в момент, когда демонстрировали возможность комплекса проводить резку под водой, при прохождении низкотемпературной плазмы через воду, данная вода наделялась некоторыми свойствами. Антибактериальными, антисептическими, можно так сказать. И фактически, одна статья, которая сейчас гуляет по интернету, в частности про Сколково, про ту же холодную плазму, то, что возможно это использовать с целью, скажем так, обеззараживания пространства вокруг человека, говорит о том, что специалисты, разрабатывая этот комплекс, получили знания в той сфере, о которой они изначально даже не задумывались. И сейчас владельцы такого комплекса могут сделать себе, скажем так, антибактериальной воды, залить ее в емкости воздухоувлажнителей и обеззаразить пространство, в котором будет работать данное устройство. И это действительно важно, потому что все владельцы данного комплекса в домашних условиях на сегодняшний день смогут продезинфицировать среду своего обитания. И если в данном случае данное свойство не являлось запланированным открытием, то есть за плечами команды специалистов Совалмаш, точнее, отдельных членов команды разработки, которые были умышленно направлены на предотвращение угроз подобных коронавирусу. Рядом со мной находится тот прибор, в разработке которого, а точнее в разработке его электронной части, принимали непосредственное участие отдельные члены команды Совалмаш. 12 лет назад данное изобретение являлось перспективным и планировалось к размещению во всем общественном транспорте, в больницах, поликлиниках, во всех общественных местах для того, чтобы бороться с распространением различных гриппов, вирусов, грибков и тому подобное. Но, скажем так, как бывает с разработками во всем мире, все хорошее откладывается на потом. И активное использование прибор получил именно сейчас, в тяжелые времена, во времена пандемии коронавируса. По моим личным наблюдениям и по тому, что можно найти в интернете, данный прибор сейчас расположен практически во всех клиниках, во всех больницах. И даже при совещании Кабмина с нашим многоуважаемым главой правительства Мишустиным, данный прибор, который вы сейчас видите на своих экранах, присутствовал и помогал нашему правительству принимать важные и иногда непростые решения в управлении государством. Давайте разбираться, как же устроен данный прибор. Внутри находятся ультрафиолетовые лампы, которые обеззараживают пространство вокруг нас. Ну, многие из вас подумают, что, ну, в принципе, а что такого ультрафиолетовые лампы? Всю жизнь в больницах раньше они использовались, проходил процесс кварцевания. И я скажу так, что данный прибор позволяет находиться при его работе рядом с ним людям без какого-либо вреда для их здоровья. А в процессе, когда мы использовали классические ультрафиолетовые лампы, необходимо было очистить помещение от людей и делать это только тогда, когда никаких работ в нем не проводилось. На территории Совалмаш в каждом кабинете установлена определенная версия данного прибора. В зависимости от размера площади устанавливается разная вариация. Вот конкретно в нашей студии установлена данная версия этого прибора. И, вы знаете, ведь очень важно в столь сложные времена иметь определенную базу, которая позволит обезопаситься, которая позволит защитить себя от тех угроз, которые сейчас нам приготовила природа. И почему в этом видео мы рассмотрели именно два вопроса. Подготовка эффективных специалистов и методы борьбы с коронавирусом. И все это еще и в рамках проекта Совалмаш. В любом случае, для того, чтобы реализовать любой проект, необходимо грамотно, четко и очень, я бы даже сказал, чутко относиться к процессу планирования. Существует огромное количество вызовов, с которыми ежедневно сталкиваются как наши специалисты, так и специалисты во всем мире, вне зависимости от сферы, в которой они работают. И в реализации нашего проекта решение, которое было выполнено 12 лет назад, сегодня помогает нам находиться здесь и общаться с вами. Если бы это решение было не разработано, вполне возможно, что этого видеоролика бы не состоялось. Вся команда проекта двигателя Дуйнова с трепетом относится к вопросам безопасности, охраны труда, благополучия каждого из сотрудников, каждого из инвесторов и каждого из наших партнеров. И на самом деле мы не ограничиваемся на этом, потому что все те вопросы, которые так или иначе в разное время решали отдельные представители команды Совалмаш, являются довольно глобальными. И, как вы можете видеть, данный прибор тому доказательство. И кабинет министров может его использовать и решать вопросы, связанные с управлением нашей страной. И больницы, поликлиники, любые общественные места получают возможность функционировать в период пандемии коронавируса. Если мы рассмотрим поподробнее проект Совалмаш и разработку асинхронных электродвигателей, то здесь несложно понять, что, используя технологии совмещенных обмоток, мы существенно можем сократить потребление электроэнергии. А вместе с тем и излишнее ее производство. Ведь производство электроэнергии также связано с определенными рисками. И точно так же разрушает окружающую среду, как и использование двигателей внутреннего сгорания. Конечно, сложно сравнивать загрязнение от производства электроэнергии с путем потребления нефтепродуктов и, между прочим, их производством. Но в времена самоизоляции, в интернете и в официальных СМИ все чаще появляется информация о том, что, скажем, в Венецию водные каналы вернулись рыба, вернулись даже дельфины, не знаю, насколько это правда. Но экологическая обстановка начинает налаживаться. Планета немножечко решила себя очистить. Возможно, это так. Возможно, все совершенно по-другому. Но стоит сделать вывод о том, что многие последствия деятельности человечества очень сильно влияют на экологическое состояние планеты. И если мы с вами не будем задумываться о экологической ситуации, наши с вами дети, внуки столкнутся с еще более сложными вызовами. Поэтому обязательно следите за нашим проектом, принимайте в нем участие. Данная технология является уникальной. И если мы сможем сократить потребление электроэнергии, хотя бы даже в отдельно взятом государстве, то это очень сильно отразится на общемировой ситуации. Спасибо за просмотр. Не болейте. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями. И обязательно приходите к нам в следующий раз. До новых встреч!